Здравствуйте! Это демонстрация оптического прицела Бревис от Вологодского оптико-механического завода. С прицелом идёт неопреновый футляр, который я только что снял. Крепление на планку Пикатини или Вивер. Поэтому установка не составляет никаких проблем для оружия с такой планкой. В нашем случае это Ланкастер 9,6х53. У прицела удаление выходного зрачка 70 мм. Вот сейчас мне по факту кажется больше, может быть из-за очков. Во всяком случае такое удаление мне показалось вполне удобным. Диоптрийная подстройка окуляра плюс-минус 2,5 диоптрии, а у меня минус 2,5. Но в очках видно лучше, поэтому я их не снимаю. В комплекте есть ключик для винтов крепления вот этот. Для частоты эксперимента я не буду пользоваться никаким динамометрическим ключом или фиксатором резьбы. В идеале, конечно, надо. Особенно фиксатор резьбы рекомендуется для надёжности. Но я использую только то, что есть в комплекте. Затягиваю от руки, пока не почувствую, что длинный рычаг ключика начинает как бы чуть-чуть прогибаться. Ну вот, достаточно. Прицел очень прилично выглядит, компактный, аккуратный, ничего лишнего. Посмотрим в окуляр. Выгодное отличие от коллиматоров не только увеличение в 2,5 раза, но и гравированная на стекле сетка, которая отлично видна и без подсветки. А коллиматор в случае проблем с батарейкой становится бесполезен. Включение и выключение долгим нажатием кнопки слева, вот этой, на барабане, под которым находятся батарейки. Каждое краткое нажатие меняет яркость. В крайних положениях сетка мигает. При выключении запоминается последний уровень яркости. При следующем включении он и будет активирован. В прицеле используется популярная литийая батарейка CR2032 на 3 Вольта. И она есть в комплекте поставки. При правильном положении глаза окружность корпуса минимально перекрывает панораму. У нас прицел с сеткой для патрона 7,62х39. И дальномерной шкалой для полутораметровой цели. Взял со склада какой был, все равно для этого Ланкастера сетки нет. А 7,62х39 тестирует неинтересно с точки зрения отдачи. Ланкастер 9,6х53 это максимальный калибр, который есть в моем распоряжении, поэтому испробуем прицел на нем. Завод утверждает, что Бревис испытывает на ускорении 600G и это с лихвой перекрывает все доступные калибры. Проверим на том, что есть. Отдача здесь достаточно серьезная. Первая серия, сколько в магазин у нас ходит, 3 патрона на пристрелку. И дальше такими же сериями стрелять буду. Дистанции 50 метров. Просто мне эта галерея нравится, светло и просторно. Бегать не надо далеко за результатами. И выверка у прицела удобная. 2 см на 100 метров, а на 50 будет по 1 см. Группа улетела на полу 8, значит добавим в правый вверх примерно по 14 щелчков. Особо не выцеливаю. Я не снайпер и прицел тоже не такой. Все же не нарезной. Главное, чтобы побольше настрелять. Ну, думаю, достаточно для пристрелки. Разброс нормальный для данной комбинации стрелок-прицел-оружия. Теперь постреляем с разными поправками. Сначала добавим влево 10. У прицела удобные крышки на выверках с выступами под шлицы выверки. Не надо никакой отвертки, ни монетки. Всегда они с тобой. Кучность похожая. На ружье я, похоже, вправо заваливаю. Теперь добавим 10 см вниз. Ну, кучность не меняется. Все предсказуемое. Вроде так и должно быть. Теперь добавим 20 щелчков вправо. Красиво получилось. Всегда бы так. Так, теперь 20 см вверх. Стабильности нет. Две почти одна в одну, а третья улетела. Да и все как-то чересчур высоковато получилось. Попробуем вернуться в центр. 10 влево и 10 вниз. Ну как что-то сбилось на предыдущей серии, так выше и идет. Может, я сбился, когда 20 вверх отсчитывал. Еще пятерочку вниз добавим. Ну, вернули всю десятку. Ну, не так, как хотелось бы. Попробуем еще раз. Добавляем 10 вниз. Получаем ожидаемый результат. Теперь 20 вверх. 10 вниз и 10 влево. Ну, кучность хорошая для меня. А вот влево что-то маловато добавилось. Попробуем 20 вправо теперь. Ну, один там, где надо, а два увело. Возвращаемся на 10 влево. И стреляем последние 4 патрона. Всего 40 мы отстреляли. Ну, все в десятку 4 вернулись. Поэтому на этом закончим. И мой вывод, такой прицел отработал на все 100%. А неудачи, это моя вина. Добавляем. Уважаем. Ну, все. Субтитры подогнал «Симон»